Лекция 8. Разделы расчетной методы в ДНК-генеалогии. В этой лекции мы будем рассматривать константы скорости мутации в маркерах и в гаплотипах, то есть снип-мутации и стир-мутации. Для начала мы перейдем к определениям константы скорости мутации в гаплотипах. Здесь переведен 12-маркерный гаплотип. Это те самые первые 12 маркеров предков гаплотипа R1B-L21, который мы раньше рассматривали. И вот теперь очень важное понятие, как можно оценить, хотя бы для начала приблизительные, величины скорости мутации в разных системах, в разных сериях гаплотипов. В данном случае система удобная, в ней 3466 гаплотипов. И вот если мы используем, например, программу Excel, проведем сортировку по вертикали во всех этих 3466 маркеров, и посмотрим, как маркер, или точнее аллель в первом маркере распределяется по своим величинам. И мы получим, что самая часто встречающаяся это аллель 13 в этом ДИС-393. Она встречается 3237 раз из 3466 маркеров. Далее, на одну вверх мутация от нее и на одну вниз, соответственно, на одну вверх в 14, это 145 мутации произошло, а на один шаг вниз, в сторону аллели 12, произошло 81 мутации. Мы уже видим, имеет место некоторая несимметричность, и мы позже объясним, в чем она заключается, в чем ее, собственно, причины. Далее, на самом деле, среди нескольких тысяч гаплотипов произошла и двойная мутация, точнее, две пошаговых мутации. Это 11 и в 15, но их мало. 11 встретились только два раза, 15 только один раз. То есть мы видим, что вот это распределение относительно резкое. То есть оно только реально на два шага нам показывает вариант мутации вниз и вверх. Всего 232 мутации. И вот отсюда можно уже прикинуть величину приблизительной константной скорости мутации в этом самом маркере ГИС-393. Это 232. Делим на количество маркеров или гаплотипов, что в данном случае то же самое. Делим на 3466 и делим на 134. И получаем это 5 десятитысячных мутаций на маркер на поколение. А величина, которая уже отлажена, которая по изучению десятков и сотен разных серий гаплотипов из разных, опять же, гаплогрупп и субкладов, она дала 59-100 тысячных. То есть разница всего небольшая в мутации на поколении. То есть мы видим уже, что даже такая примерная прикидка нам дает, в общем-то, разумную область, куда константной скорости мутации может попасть. Далее, если мы передвинемся на второй маркер, мы видим вот наверху, я воспроизвожу опять 12-маркерный гаплотип, мы видим, что предковое значение в нем 24. Вот так и получается. Мы видим, что слева в распределении 24 аллели встретилось 2364 раза. Но мы видим, что здесь распределение более такое размазанное. И это уже означает, что скорость мутации в этом маркере более быстрая, более высокая. И мы видим, опять же, можно посмотреть, сколько, в какую сторону, на сколько мутации ушло, вот это вот погрешности, которые ферментные системы делают, прокопирование ДНК. И мы видим, что произошло всего здесь 1165 мутаций. Я напоминаю, что в предыдущем маркере было 232 мутации. Здесь 1165. Получаем примерно величину константа скорости мутации. Это 1165 мутаций делить на 3466, всего аллелии в этой системе, в этом маркере, и делить на 134. Вот я должен пояснить, откуда взялась величина 134, точнее напомнить. Это то, что мы рассчитывали линейным методом уже неоднократно в предыдущих лекциях. Это число условных поколений до общего предка данной серии гаплотипов. Мы вводили поправку на возвратную мутацию, получили 152, но в данном случае поправки на возвратную мутацию нет. Мы берем именно те числа, которые реально встречаются. Поэтому мы делим на 134. Получаем, что скорость мутации примерно 250,00 мутации на поколение. А величина принятая, опять же отработанная на многих системах, она 220,00 мутации на поколение. Мы опять видим, что мы попали в примерный диапазон, разумный. И в общем, он разумен, потому что все-таки здесь 3466 гаплотипов. А вот если мы возьмем самый медленный маркер вообще среди 111, это ДИС-472, мы получим крайне узкое распределение. Почти все вот эти гаплотипы дали в этом маркере аллель 8. Видите, только в пяти случаях произошли мутации. Одна мутация произошла вниз, и четыре мутации произошло вверх. Всего пять мутаций, и мы получаем примерно величину константа скорости мутации, пять разделить на, опять, на количество всех гаплотипов в системе, разделить на ту самую величину на 134, получаем 11 миллионных мутаций на поколение. Ну, понятно, что что-то здесь, может быть, немножко не так, потому что мы видим, что распределение несимметричное. В одну сторону одна, в другую сторону четыре. И, в общем-то, понятно, почему это происходит. Дело в том, что вот у первого предка была восьмерка в этом маркере. Но дело в том, что считать, что все мутации равновероятны, это так, но то, что они отразятся так же равновероятны в потомках, это уже не так. Вот в данном случае что произошло? Кто-то из потомков этого первого предка, у него в этом маркере мутация прошла наверх, стала девяткой, и у него тоже были свои потомки. Его число потомков было с этой мутацией больше, чем у того, у которого мутация с семеркой. Почему так получился? Ну, закон в данном случае малых чисел. Могли быть причины какие угодно. Опять же, болезни, смерти преждевременные, войны, больше плодовитости поколений. Но так или иначе, произошел некоторый перекос числа мутаций в гоплотипах. Если посмотреть по многим разным системам разных гоплогрупп, разных субкладок, мы увидим, что действительно в целом получается симметрия. Просто в данном случае произошло искажение. В другом случае искажение может быть в другую сторону. Но в целом должна быть симметрия. И вот если эту симметрию учесть, то на самом деле константа скорости мутации будет не 11, а 8 в этом месте. 8 миллионов мутаций на поколение. Это уже отработано, опять же, системой во многих вариантах, на многих системах, на многих сериях гоплотипов. И вот теперь, суммируя эти три, мы показали распределение, а такие можно делать, и такие были сделаны для всех 111 маркеров. Причем не для одного случая, а для многих систем гоплотипов. И вот мы что видим. Вот первый, опять же, ДИС-393. Я не буду опять повторять, уже было сказано, что эти цифры дают. Собственно говоря, оттого и произошел и здесь некий перекос симметрии. Вниз от 13, 81 мутация наблюдается, а вверх 145. Это все искажения, связанные с реальными системами. Но дело в том, что когда мы возьмем много разных систем, много разных гоплотипов, много разных систем гоплотипов, эти перекосы идут, друг друга нивелируют. Потому что в одних случаях вниз больше получилась мутация, чем вверх, в другом случае вверх больше, чем вниз. И в итоге мы видим, что когда мы рассматриваем большую совокупность этих ДИС-393, мы видим уже, что система на самом деле нормальная. Более того, когда мы считаем величину общего предка с этим перекосом в первом маркере, ведь дело в том, что подобные перекосы есть во всех 111 маркерах, и они неупорядоченные. То есть в данном случае опять же идет компенсация одних перекосов на другие, и мы получаем воспроизводимую величину в данной системе. Теперь бывает, что 12 в первом случае, ДИС-393, ваше 12, как аллель, наиболее часто встречаются. И тут указано, что это в основном носители гоплогруппы Р1-Б с обкладом Л-23. Это, кстати, те, которые найдены в ямной археологической культуре. Большинство носителей Р1-Б на Кавказе, в Месопотамии, в частности, в Турции, у них действительно там 12. Поэтому 13 – это только присуще определенным системам. А мы можем увидеть, что иногда и 11 максимально встречается. Это все разные конкретные варианты систем гоплотипов. А вот, скажем, есть системы, где 14 в этом маркере встречаются чаще всего. Это носители ирландского, опять же, Р1-Б с обкладом М-222. Поэтому, если мы все их смещаем вместе, мы получим некоторую кашу, которая даст нам некоторый фантомный результат. Именно поэтому нужно серии гоплотипов делить по максимуму возможности на отдельные ветви, на отдельные субклады, и в них отдельно проводить анализ скоростей мутации, вообще анализ времени жизни общего предка. Если мы возьмем ДИС-390, мы уже, тут написано, какая констата скорости мутации, она уже отработана и принята. Если мы возьмем ДИС-472, самый медленный, то мы видим уже, что здесь действительно 8 миллионов на маркер, на поколение, величина скорости мутации, это означает, что одна мутация происходит раз в 125 тысяч условных поколений, или раз в 30 лишних миллионов лет. Вот если взять одну линию, то нужно ждать более 3 миллионов лет, чтобы там произошла очередная мутация в среднем. Но на самом деле, конечно, так никто не ждет, потому что можно взять 3 миллиона человек, если это возможно когда-нибудь, и тогда в среднем на эту большую популяцию мутации в этом маркере будет подходить в среднем раз в год. В среднем. Поэтому, в принципе, надо не пугаться таких медленных маркеров. Можно проводить анализ их на выборках, и чем больше выборка, чем чаще встречается мутация на всю эту выборку. Поэтому были недоуменные вопросы, как же так, раз в тысячи лет, сотни тысяч лет, в миллионы лет мутация происходит, как же такие вещи рассчитывать. А вот так брать большие выборки, и тогда в них рано или поздно мутации встречаются. Но это так же, как рассчитывают время полупровращения радиоактивных изотопов, которые часто исчисляются тысячами лет. Никто не ждет тысячу лет отработанных методов расчета таких медленных процессов, скоростей таких процессов. И вот когда мы взяли, рассчитали таким образом для всех 111 маркеров картину, получили следующую таблицу. В этой таблице каждому маркеру, вот мы видим ДИС-393, ДИС-390, ДИС-19 и так далее, внизу каждого названия и наименования маркера указана константа скорости мутации данного маркера, полученная на больших выборках самых разных гоплотипов, гоплогрупп, субкладов. Справа число, вот первая строка, это 12-маркерный гоплотип, константа скорости мутации 0,02. Вторая строка, это добавляется еще ряд маркеров, получается 25-маркерный гоплотип, константа скорости мутации его 0,046. Следующая строка, добавляется еще 12 маркеров, получается 37-маркерный гоплотип, константа скорости мутации 0,09. И так далее. И вот суммарные мы видим в самом конце, величина 0,198, это константа скорости мутации суммарная по всем 111 маркерам. И это нетрудно проверить, можно просто взять калькулятор, пересчитать, просуммировать и получить те самые значения Это напоминает тот пример, который я приводил в одной из первых лекций Что если мы берем бассейн, из которого выходит много трубочек, тоненьких, потолще, толстых И из них вытекает вода, то суммарное количество воды, которое вытечить, можно рассчитать Либо, так сказать, теоретически, изучая скорость истекания воды по каждой трубочке и трубе Либо поставить большую емкость и просто определять, сколько вытечит воды суммарно И понятно, что эти величины должны совпадать и расчет по отдельным, индивидуальным трубочкам и трубам, и суммарная величина Также и здесь ДНК-генеалогия Расчеты должны совпадать при расчете по индивидуальным константам скоростей отдельных маркеров И суммарно по всей системе в целом И вот теперь должен остановиться на разделе, который большого удовольствия вообще его рассматривать не доставляет Но для полноты картины, для полноты курса, практически курс ДНК-генеалогия должен на нем остановиться Это скорости Животовского, они же популяционные скорости, как пример ложных подходов ДНК-генеалогии На самом деле в ДНК-генеалогии, это не было ложным подходом, он ДНК-генеалогии никогда не применялся Это было воистину трагической ошибкой популяционной генетики Дело в том, что этот метод Животовского или применение популяционных скоростей, так называемых, применялся и был обязательным в последние 10 лет Что такое было обязательным? Это означает, что редколлегии журналов всех профильных данных направлений генетики и популяционной генетики Не принимали статьи, где этот метод не был использован Или точнее, где был использован другой метод Тогда я знаю немало случаев, когда авторы сообщали, что им статью отклоняли И писали, что нужно применять не тот метод, который вы применяете, а вот метод популяционных скоростей Иначе статья не будет принята Сейчас, похоже, ошибку поняли и метод больше не применяют Но в чем проблема этого метода была? Дело в том, что он был абсолютно формализован Он использовал формальное усреднение всех мутаций во всем мире, по всем каплогруппам И за все время существования человечества То есть в нем это как в блендер Просто все забрасывали, перемешивали И на выходе получали результат Неважно, что системы абсолютно гетерогены Убрасывают разные вещи Это вот такое пережевание вообще всего на свете И в результате таких манипуляций получила скорость мутации в кавычках равна 69-100 тысяч То есть примерно в три раза более заниженная По сравнению с теми, что на самом деле можно установить легко На том примере, который мы только что рассматривали Просто брать серии гиплотипов и смотреть, какие константы скорости мутации В данном случае это 0.30069 была абсолютно искажена Дальше Как так могло случиться? Ну вот так случилось То есть это означает, был формализованный подход Более того, автор этого подхода Он, собственно говоря, не придавал значения тому Что на самом деле скорости мутации разные в разных гиплотипах Скажем, 6-маркерный гиплотип суммарно имеет одну скорость мутации 12-маркерный, другую Там 25-маркерный, третью То есть иначе говоря, константы скорости мутации на маркер Разные во всех случаях Даже средние То есть этот, я так полагаю, что автор этого метода понимал Что это очень приближенный метод Но хуже всего то, что вот этот очень приближенный Был введен фактически в статус закона В науке ошибку делать можно А в науке ошибки неизбежны Но плохо тогда, когда эта ошибка вводится в ранг закона Вводится в ранг административного ресурса Ведь это вот и было сделано в популяционной генетике на протяжении, повторяю, более 10 лет И вот, применяя эту скорость мутации в кавычках, в популяционной генетике на протяжении вот этих 10 лет То есть это, строго говоря, с 2004 года по реально прошлый год Публиковали совершенно абсурдные результаты расчетов в кавычках И тем более их исторических интерпретаций Ну понятно, что когда в 3 раза отличается эта псевдо-константная скорость мутации Беда тоже в том, что это не в 3 раза А каждый раз, в каждой системе гаплотипов В каждом формате гаплотип Это величина разная То она 2,7 раза То это 3,1 раза То это почти 4 раза То есть поправку даже сделать невозможной Нужно за ну просто каждый раз все пересчитывать И, естественно, когда, допустим, изучали датировку ариев в Индии Получали примерно 15 тысяч лет 14-16 тысяч лет И из этого, исходя, говорили Ну какие арии в Индии, когда ариев не бывало 15-16 тысяч лет назад Из этого делалось заключение, что ариев вообще не было Кстати, к радости индийских националистов Которые уже давно говорят, что ариев никогда не было Их придумали английские колонизаторы Чтобы поработить и унизить Индию Вот популяционную генетику Они подхватили вот эту концепцию Индийских националистов И на эту тему вышла целая серия статей С участием российских и эстонских популяционных генетиков Которые, естественно, опедалировали Вот этот абсолютно неверный метод Теперь список статей В которых этот метод использовался Он слишком длинный, чтобы его приводить Это доходило до такого абсурда Когда брали исследователей И публиковали в самых престижных журналах по генетике Когда брали жители Ближнего Востока и Передней Азии И рассчитывали, когда расходились Или разбегались как раз приверженцы религии Христианской и мусульманской И у них получалось, что эти люди стали уже друг от друга разбегаться Примерно четыре тысячи лет назад То есть они, по интерпретации авторов, уже ощущали Расхождение между христианской и мусульманской религиями И это за две тысячи лет до появления христианской И за две с половиной тысячи лет до появления мусульманской религии И никому в голову не пришло, что на самом деле метод они применяют неверно На самом деле, если четыре тысячи взять и разделить на ту самую примерно величину три Получится примерно 1300 лет Это и есть седьмой век нашей эры Когда мусульманство уже пошло в рост И действительно стали разбегаться христиане от мусульман То есть вот и статья в ведущем журнале мира Вот такую абсолютную ерунду несла Причем был анализ серьезный И как ни удивительно, авторам даже в голову не пришло Но должны же быть альтернативные размышления Либо это так, либо мы что-то не так делаем Вот это второе напрочь отсутствовало Я уже многократно повторяю, что это следствие того Что в популяционной генетике нет в принципе научной школы Нет обсуждения данных Нет анализа альтернативных вариантов рассмотрения И в этом действительно трагедия популяционной генетики Вот на этой, к сожалению, печальной ноте Мы должны завершить эту лекцию И будем продолжать рассматривать вопросы ДНК-генеалогии Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...